На Сватовском направлении войска РФ замедлили свое продвижение на участке от Кармазиновки до Райгородка, где ранее смогли создать два плацдарма, форсировав реку Жеребец. Последние два дня бои продолжаются на подступах к селам Надия и Новоегоровка. ВСУ подтягивает резервы и не позволяет противнику продолжить продвижение. На Бахмутском участке после прорыва ВСУ к Андреевке продолжаются тяжелые бои за Калищеевская плата. ВСУ владеет серьезной инициативой, но прорвать фронтовую линию и двигаться к опытному не удается. Обе стороны отмечают резкую активизацию ВСУ на Южном фронте. Им удалось взять село Старомайорское и, что еще более важно, высоты возле села. Как мы уже рассматривали, все села вдоль реки Мокрой Ялы находятся в низине и гораздо важнее установление контроля над высотами левого берега реки, что автоматически приводит к контролю над селами ниже. Так, после утери контроля над высотами Старомайорска под серьезным давлением оказываются урожайные. Самые тяжелые бои на данном этапе на Ореховском участке, где ВСУ удалось обойти сильно укрепленное село Работино и вклиниться в оборону на более чем 2 км с юго-востока. Тактика ВСУ подверглась корректировке вследствие больших потерь в технике с начала наступления. Если раньше наблюдались попытки штурмов большим количеством техники, сейчас этому предшествует долгая подготовка артиллерии и малыми пехотными группами, задачей которых является выявление противотанковых групп противника. Потому как именно ПТУР является главным оборонительным вооружением войск РФ, так как задействовать тяжелую технику не удается из-за огромного количества дронов разведки и дронов камикадзе, которые пресекают любые такие попытки. Пока что о каких-либо коренных изменениях в ходе летнего наступления ВСУ говорить нельзя. Оборону в целом войска РФ удерживают удачно и даже проводят контрнаступательные действия на севере Луганской области. Ситуацию можно оценить как приблизительно равную с инициативой ВСУ на ключевом участке, то есть Южном фронте. На этом выпуск подошел к концу. До свидания.